К тотальному диктанту на Камчатке готовились заранее. За полтора месяца до на базе библиотеки проводили курсы. Русский повторникам посещали десятки человек. Штаб тотального диктанта, который находится в Новосибирске, он нам присылает все материалы для этого, то есть какие правила нужно повторить, присылают нам тренировочные тексты, пробные диктанты, и мы все это проводим на основе этих материалов. Вначале обязательная регистрация, ее можно было пройти заранее. А для тех, кто не успел, талоны на вход на площадку давали здесь же, перед началом испытания на грамотность. Залы наполняются, все участники получают бланки. Как известно, русский язык – один из самых сложных в мире. Проверить свои знания в этом году пришли сотни камчатцев. Потому что любопытная слишком. Вот и решила. Так ни разу не пробовала. У меня все консультации были, и все хорошо. Ну, конечно, с погрешностями, но, думаю, хорошо напишу. Решила проверить свои знания. Одно дело в WhatsApp писать, говорить даже звуковые сообщения, а писать – это уже сложнее. В предыдущие годы была оценка удовлетворительна. Хочется уже хорошо. Подготовилась. Не с предчастиями, моя коронавишка. Надеюсь, будет все отлично в этом году. Поразмыслить над орфографией и пунктуацией в этом году участников акции заставил Павел Басинский. Российский писатель, литературовед и критик представил текст «Теоретическое преступление». В нем в изобилии цитаты, отсылки и сложнейшие построения предложений. А перед началом – традиционное обращение автора. Я писал эти тексты с большим волнением и с чувством ответственности. Даже, может быть, с большим волнением, чем писал некоторые свои книги. И так приступаем. Текст диктантов Петропавловской в этом году читали артисты Камчатского театра, драмы и комедии. Проверять его будут профессиональные филологи полуострова. Это команда из 20 человек. До 17 числа мы результаты отправляем в штаб тотального диктанта в Новосибирск. И после 17 апреля уже каждый человек, который зарегистрировался, он сможет в своем личном кабинете узнать результат. Если у человека какие-то возникают трудности, ну, он, может быть, не умеет пользоваться интернетом, то люди приходят к нам в отдел, и мы им рассказываем об их результатах. Известно, что 15 лет назад, когда тотальный диктант прошел впервые на родине акции в Новосибирске, его писали всего около сотни человек. Теперь участвуют в проверке на грамотность несколько десятков стран. Узнать свои результаты написавшие тотальный диктант смогут уже 17 апреля. Ирина Скуратович, Милана Давыдова, Вести, Камчатка.